Всем привет! Мы сегодня встречаемся с Юлей вот здесь. Видите, сзади меня русские буквы. Нет, я не в России, я в Америке. Но мы идём в русский магазин. Здесь также есть русское кафе внутри, где мы пообедаем. И я покажу вам, что же продаётся здесь в русских магазинах в Америке. Что ты там выбираешь? У нас тут на выбор есть и тархунчик, и буратино. Но мы берём водичку. У нас даже есть там водичку. Пиво, пиво, смотри, из Жигулёвска. А, это Балтика. Балтика. Жигулёвская есть. У меня раку возьму Ессентуки. Ессентуки, да. В Казахстане, по-моему? Ну, это рядом с Пятигорска, у меня там жила. Ничего себе! У университет у меня университет был в Пятигорске, а рядом там... Точно, точно. Даже Айран есть, восточный. Хочешь Айран? Нет, я ничего не... Сейчас я подожди, приду. Ещё здесь есть вино, и меня моя подруга просила узнать. Кстати, Абрао-Дюрсо очень классное вино, игристое, очень крутое. Это в России есть Абрао-Дюрсо. И если у них есть кинзмараури. В общем, здесь есть кинзмараури. Полина, 19,99. Каждый день с понедельника по пятницу можно обедать. Сегодня французская кухня в русском ресторане. В общем, у нас здесь луковый суп, очень интересный, красивый. Хлебушек нам дали. Юля вот выбрала ей сундуки. Я водичку обычную. Всё. Приятного аппетита! А на второй у нас здесь рыбка. Да, ещё креветки, грибы и пюрешка. Вообще Юля говорит, что здесь вкуснее, чем во французском ресторане. Волшебный ресторан, да. Кафешка, даже рестораном не назовёшь. Это как магазин. Тут всего лишь для историка. Да. Для своих. Всё для своих. Вот пельмешки. Смотрите, есть по 5 долларов, есть по 9. Здесь курица, есть ковярные. 9-10 долларов, пачечка. А смотрите, торт. Торт киевский. 26 долларов. Торт сказка. А вот сырки. По 2 доллара. Это 1.10 поменьше, побольше 2 доллара. А есть по 99 по доллару. Творожки, сырки. Творог. Упаковочка 5 долларов. Вот ещё творог. Чиз 6 долларов. Сливочные. Виола. Виола наша. 2,99. Кефир. Сливки. Сгущённое молоко. Кисель. Соусы всевозможные. Масло. Алия даже вон на украинском есть. Есть сухарики, печеньки, бафельки. О, а это чисто, скорее всего, украинский, потому что я вижу стрела. Мои любимые конфеты были в детстве в Украине. Стрела, да, это свиточ. Так что здесь есть всё, ребят. А, вот стрела. Вау. Боже, я в Казахстане не могла их найти, зато в Америке есть стрела. Селёдочка. Капуста. Скумбрия копчёная. Красная рыба. Сушёная рыба вяленая. Вобла. Икра красная. 140 грамм 10 долларов. Недорого вообще. Там 300 грамм 25 долларов. Икры. В общем, Юля купила... Подозрительно смотришь. Экрана развес. Одна такая вот упаковочка 9 долларов. Ну, то есть, за 2, 18. Да, ещё я с ней на развес. Всем интересно, да, я уже сняла. Ну что, пойдёмте в мою новую квартирку. Она намного поменьше. Посмотрите, вот она пустая. Её подготовили уже. Осталось только переехать. Но это будет всё завтра. В общем, это ванн-бэдрум. В том же комплексе. Вид у меня в этот раз очень хороший. Классный. Прям не могу. На озеро. Озеро. Дерево. Лавочка. Приятный такой вид. Я уже придумала, как у меня здесь всё будет. Сарна комната. Потом кухня организована. Моя комната. В общем, потом увидите всё. И как вы видите, планировка кухни точно такая же. Плита такая же. И как бы и холодильник, и кровановая печь. И посудомочная. Единственное, здесь вот этой комнаты теперь нет, где была у меня кладовка. И меня ждал, кстати, сюрприз. Когда мы въезжали в ту квартиру, такого не было. Сейчас, видимо, у них какие-то новшества. Я ещё раз повторю, я в том же комплексе, если я вам не говорила. То есть, они нам подарили пиццу. То есть, пустая коробка. И написано, что я буду вернуть просто коробку и поменять взамен на коробку пиццу бесплатно. Два стаканчика. И что-то ещё. Я вообще в шоке. Что с ними случилось сегодня? Такого не было. Так, я уже раскрыла. Здесь у нас тоже печеньки. Для Саны сюрприз. Приятный будет, оставлю здесь. Вот. У меня немножко изменится дизайн, планировка. Я потом покажу. Пойдёмте в спальню. Стиральные машины теперь вот сюда перебрались. Они будут теперь около спальни. Здесь всё это прячется и закрывается. Красиво. И всё. Теперь ничего не видно. И спальня. Спальня. Спальня в этот раз поменьше. Тоже этот вентилятор. И всё. Что тут? Гардеробная. Большая хотя бы гардеробная уже радует. Мы должны будем здесь с Сарой поместиться вдвоём. О, тут свет не работает. Ну вот, началось. Всё. Окно на дерево. Будем на белок смотреть. И на аллигаторов. И получается, раз уж тут одна спальня, то и одна ванная. Здесь тоже вот такой шкаф около ванны. Кладовка. Полотенца. Я уже знаю, что полотенца будут. И постельное бельё. Так. И вот одна раковина. С огромным зеркалом. Причём зеркало огромное. Завтра ко мне приедет компания, которая занимается перевозкой. Потому что я сама кровать не смогу перевезти. И вещи. И я нашла приложение. Мне подсказали друзья. Приложение, в котором вы ищете работу. Любую помощь. То, что вам вас интересует. Вплоть до посидеть с вашим домашним животным, если вы уезжаете. Либо вот как раз ребята, которые могут перевезти вам вещи. И в час 85 долларов. Моя работа, думаю, будет где-то 2 часа. 160 баксов я заплачу за то, что они мне перевезут все мои вещи. Коробки. Коробки я нашла бесплатные. Кстати, на сайте тоже могу ссылку оставить на сайт, где бесплатно можно найти. Movie Box. Movie Box. Да. И здесь вот этот шкаф. Он тоже как гардеробная маленькая. Здесь для обуви, для курток. Вот она моя машина, которая меня перевозит. Трек. Два парня молодые приехали, спортивные. Все сейчас быстро загрузят и отвезут на квартиру мне. Сколько у меня вещей, вы даже себе не представляете. Казалось, что мало, но нет. Я поехала встречать их на другом адресе. Они уже, в общем, все почти, да, складывали в машину. Очень молодцы. Быстро работают. Быстро работают ребята. Аккуратно, общительные. Заказали мы с Сарой эту биццу на новой квартире. Ура! Вкусная? Сара уже перевернула. Смотрим телек на новый телек. Новое телевидение на английском. Фильмы различные. Всем доброе утро. У Сары сегодня в лагере. Пижамная вечеринка. Ей сказали прийти в пижамки. Вот такая у нас прикольненькая пижамка с собачками, бульдогами. Вот здесь у нее подушка поместилась и одеялко. Держи. Ой, ребята, я такая счастливая, потому что купила наконец-таки дегидратор, сушилку для овощей, фруктов, мяса, рыбы, ягод, чего хотите. Я была такая вдохновленная. Недавно нашла видеоуроки, как делать печеньки в этой сушилке. То есть это не печка, это сушилка. Это для сыроедов. Ну, в основном для сыроедов, но я очень люблю такие яблочки сушеные, бананчики. Всегда думала, как же их высушивают. Ну, конечно, можно под солнцем, дома, там, это все автоматически. Просто закладываете на несколько часов, там, минимум 5-7 на ночь желательно. И на утро у вас сушеные овощи, фрукты. Прекрасная альтернатива перекусу. Я, в общем, нашла в Walmart у нас здесь. Но есть на Amazon, на eBay очень много вариантов различных. Есть вообще такие крутые, навороченные. Это у меня простая, но начнем с простой. Посмотрим, как пойдет. Если я буду использовать ее часто, то могу потом уже купить покруче. Но я думаю, что буду использовать часто, потому что я покупаю все вот эти чипсы. Мы с Сарой хрустим. Я очень люблю такие перекусы между основными приемами пищи. И вот так он выглядит в собранном виде. Здесь раз, два, три, четыре отсека. К нему еще есть инструкция, что можно сушить яблоки, бананы, ягоды от 3 до 8 часов. Там даже фиги до 14 часов, виноград, киви, нектарины. Все, 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 что мы употребляем, все можно высушивать и кушать потом. С чаем вместо конфет. Брокколи. У меня есть такая классная терочка. Я потерла яблоки. Не слишком тонкая, но и не слишком толстая. Средний такой размер. У меня будет два этажа с яблоками. Следующий слой у меня апельсинки, клубника, зеленое яблоко еще нашла. Хочу сравнить красное с зеленым. И еще решила попробовать черри высушить. Разрезала наполовинки, а одно оставила целым. Хочу посмотреть, что будет в целом. Короче, мне так интересно. Я уже прям дождаться утра не могу. Поставлю на всю ночь. 10 часов будет сушиться все это дело. Вся эта красота полезная. Это вот клубника. Это черри. Помидоры. Но черри совсем скукожились. Мама, мне не хочется. Надо было побольше. В следующий раз я прям большие крупные буду резать. Мама, а можно черри... Можно помидоры туда не будешь? Не ешь? Я отъедем. Мне не нужно. Апельсинчики вот так вот высушились. Саре очень понравились. Да, я тут даже съела, немножко съела. Да, мам? Я открыла и скушилась. Вот яблочки. Яблочки тоже вкусные. Да. Попробуй. Сладкие прям. Дай их очень. Вот такие снеки у нас получились. В следующий раз еще хочу бананы. Попробовать ягоды разные. Мне так нравится здесь утром сидеть на балконе. Красивый вид. Единственное, осетка мешает смотреть на эту всю красоту. А так вообще, конечно, загляденье. Там до солнышка очень-очень красиво у нас. На балкончике вид из окна расслабляет озеро. Иногда тут уточки проплывают. Иногда какие-то цапли здесь сушат крылья. Аллигаторов я еще не видела. Но говорят, они во втором озере, которое через дорогу. Вот. В этом озере аллигаторов не видела, но птиц очень много. Почему мы переехали? Потому что для нас ту-бедрум слишком много, а для двоих. Ван-бедрум самый раз. И дешевле, конечно же. Ван-бедрум обошелся нам 1085 в месяц. Намного дешевле. Если за предыдущую квартиру я платила 1400 с гаражом, то за эту я буду платить 1085 в месяц. Всем спасибо за просмотр. Пока. До следующего видео. Продолжение следует...